Как я уже говорила, на Геббельс ТВ клоуны устроили по этому поводу очень занимательное шоу. Сначала не слезающий с бутылки медведев решил угрожать напрямую Зеленскому. За такой теракт предлагает физическое ликвидирование. После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Вслед за ним пошли в пляс Соловьев и Ко. Это было покушение на верховного главнокомандующего. Об этом сейчас пишут мировые СМИ. Это, возможно, был сигнал к началу контрнаступа, о котором так долго говорят. Я предлагаю, когда вернется Зеленский, по его кабинету. Когда мне говорят, что Зеленский уничтожил другого, и другого уничтожил. И третьего, и четвертого, и пятого. Дальше желающих не найдется. В принципе, даже априори. Надо просто идти сносить, не ломать губы. Конечно. Сносить. Сносить, а не вот это, да вы что, да мы не... Наш метод. Наш метод. Далее Соловьев опять грозно доказывал, что это все же дело рук страшных украинцев. Кстати, какие же бздливые скоты. Зеленский сказал, я могу повторить этот месседж, чтобы было понятно всем. Мы не атакуем ни Путина, ни Москву. Украина защищает свою территорию, свои села и города, и оружия не хватает даже для этого. Поэтому мы не используем его где-либо. Чего ты врешь, скотина? Твои подонки уже отчитались, что это вы. И доказательство тому – мемчики Гордона. Гордон радостно отметился, показал. Гордон показал организатору. Вот, покажите организатору. Гордон же радостно. Гордон сам показал, значит, намекает. Да нет, они там все не скрывали, радовались первые часы. Просто гениально. Я прям преклоняюсь перед таким уровнем расследований. А затем по расписанию опять устрашающие угрозы. Зеленский – трусливая скотина. Знал, сбежал, а теперь пишет. Все, Зеленский, бзди отсюда! Часики начали отсчет обратный. Все гарантии, которые ты думал, тебе даны, отозваны. Точка. Какой грозный клоун. А вам страшно?